привет други подруги и подружата я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очередное видео не зря за мной стоит вот этот прекрасный квадратный гриль если вы помните мы ранее делали обзор круглого magma cattle grill и я вам говорил что мне он не нравится и мы будем покупать другой квадратный ну вот собственно он сзади и стоит но я решил сделать обзор я решил сделать такое небольшое сравнение рассказать вам о том что из magma гриль присутствует на рынке почему именно magma не какой-нибудь более дешевый аналог и мы проведем тестовые испытания и собственно я вам расскажу про вот это устройство ну что готовы поехали итак почему же собственно мы пришли к магме у нас было действительно несколько вариантов других грилей которые мы хотели купить но мы с диной достаточно долгое время спорили можно сказать даже ругались и пришли к тому что все таки мы будем брать магму по той простой причине что если у нас какие-то горелки поломаются то под этот гриль можно взять и купить все аксессуары а в случае какого-либо на нейма придется покупать целый гриль потому что скорее всего у нас не получится купить эту запчасти либо нужно будет что-то колхозить а по возможности колхозить очень не хочется и я вам расскажу стоит ли экономить в данном случае или нет несмотря на то что мы сделали такой выбор самый первый это мастер билд все они в принципе схожи по своим размерам и характеристикам есть некоторые отличия например у этого самая низкая эффективность 10000 битью но есть плюс ее образная горелка это то что распределяет температуру собственно огонь по всей площади готовки габариты его немножечко больше чем магма но это связано с тем что у него сбоку еще стоит рожи вес 8 килограмм так следующий у нас идет giant export table газ гриль на две горелки то есть здесь очень серьезные плюсы что горелки 2 и на одной можно например делать гриль а на второй просто подогревать чтобы она не осталась холодная 20000 битью суммарно на две горелки обе горелки имеют ю форму размеры немножечко отличаются он короче но глубже и немножечко выше но для нас то на самом деле значение не имеет можно под них купить кронштейны на рейлы и у него также есть датчик температуры из минусов естественно под него не будет запчастей и неизвестно какая это нержавейка и у меня были вопросы по поводу того что он будет стоять все таки аудор снаружи под дождями под брызгами и как будут себя чувствовать регуляторы этих двух горелок при таких условиях это большой вопрос стоимость чуть-чуть дороже на 10 долларов 180 usd плюс доставка ну и вес данного гриля 12 кг по сравнению с 8 это наполовину больше ну и последний гриль который мы выбрали это magma chapmate газ грилл и так у него для небольших грилей однокомфорных самая большая эффективность 13500 битью по габаритам он чуть-чуть ниже и чуть-чуть уже но не на буквально там на сантиметр что принципе роли не играет вес 7 килограмм то есть он еще при этом самый легкий у него есть крепление которыми можно крепить к лодке в разных конфигурациях и он сделан из marine серии нержавейки я вам немножечко позже покажу как они сохраняются на протяжении многих лет и так далее под него есть все запчасти единственный серьезный минус эта цена 300 долларов он стоит то есть больше чем на 100 долларов то есть больше чем на треть по сравнению с другими грилями теперь из минусов которые есть у этого гриля один стик горелка то есть такая палочка из которой идет огонь то есть дистрибьюция температуры и огня я надеюсь они сделали за счет рефлектора но в принципе самый эффективный способ наверное все таки и у форма как у предыдущих грилей нет термодатчика и нету розжига но к этому мы подойдем немножко позже я придумал решение достаточно бюджетная поэтому у нас это все будет и так у нас было несколько аргументов ну основной аргумент наверное все таки цена потому что если этот стоит три сотни то за 120 150 можно взять другой фирмы такой попроще гриль хотя он будет не попроще он будет даже лучше чем вот этот он будет разделена две секции будет две комфорки будет розжиг а его здесь нету но тем не менее мы все равно решили взять магму и так почему же все очень просто наш гриль находится постоянно на улице если его заливает вода я думаю что пьезоэлемент сразу выйдет из строя ну либо его нужно будет снимать а что само по себе не совсем корректно опять же комфорки которые если на них постоянно лить соль то они умрут поэтому мы решили что в нашем случае даже если мы переплатим магма говорит что они сделали этот гриль из marine great нержавейки будем надеяться здесь все регуляторы это все снимается и заносится вовнутрь остается просто кастрюля которая может находиться спокойно себе на улице ничего страшного с ней не случится поэтому ну вот это был еще один из аргументов итак мы купили магма шеф мэйт квадратный гриль его доставили нам непосредственно на лодку купили мы его на амазоне как вы поняли уже с брендом мы определились есть еще точно такой же называется кабо гриль это такой же гриль ничем не отличается отличие только в том что нету вот этого вот красивого шильдика и ручка пластиковая которая у нас была в нашем кэтл гриле и когда мы что-то жарили где был большой огонь она расплавилась то есть мы поэтому на этот вопрос глаза решили не закрывать а взяли металлическую ручку из нержавейки тем более разница была всего лишь там около 20 25 долларов между двумя вот этими грилями был самый маленький гриль который называется trial made то есть он значительно меньше по габаритам а технически ничем не отличается и у него около 10000 битью то есть если вы живете один на лодке то возможно этот trial made 2 для вас будет лучшее решение далее для полноты картины давайте все таки мы посмотрим на кэтл гриль это тот гриль который у нас был с пластиковой ручкой с десятью тысячами битью его эффективности круглый который мне больше всего не нравится хотя на нем тоже готовят и он стоит на многих лодках но мы в дальнейшем как мы уже определились шеф-мейт магма гриль мы его будем сравнивать с нашим кэтл грилем который у нас стоял кругленький вау 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 что это вот и здесь дина ну давай ты открывай что ты сидишь что ты сидишь ничего не делаешь почему ты не открываешь наш прекрасный новый гриль быстрее уже сколько можно мануал ну что смотрите на что же ты достала это же мануал сейчас все проверим как смысле ничего не готовить на нем да они все по отдельности их можно вытаскивать и помыть утопить опять же ну выглядит прекрасно я считаю шикарный мы его не будем использовать потому что он слишком красивый и он идет хаба сюда баллон ну что отлично ты довольна нормально уже руки уже руке горячо извини честям посмотрим вначале на кэтл гриль и сравним эти запчасти с магма гриль шеф-мейт ну что основные элементы которые выходят из строя в круглом кэтл гриле это бёрнер то есть бёрнер сгорает принципе практически сразу там за пару месяцев потому что на него падает жир и этот жир потом горит все это из нержавейки окисляется и приходит в полную негодность и также сгорает сам рефлектор но это занимает больше времени наверное год чуть может быть больше я предполагаю что очень похожая ситуация будет из шеф-мейт гриль и вот вы видите два элемента первый бёрнер откуда идет огонь и 2 рефлектор который рассеивает тепло вот их стоимости это то что будет выходить из строя скорее всего и в первом и во втором с достаточной регулярностью но поживом увидим об этом как-нибудь попозже кстати еще момент на который я хотел бы обратить ваше внимание на сайте у магмы есть еще достаточно большой ассортимент других грилей мы их не рассматриваем потому что просто банально по цене там какие-то инфракрасные грили и прочее мы не используем то есть нам нужно просто положить мясо его пожарить но и есть гриле которые базируются на корпусе того же шеф-мейт отличаются наличием датчика температуры например наличием розжига но отличие в цене порядка 200 долларов от той базы от которой мы отталкиваемся так вот как сделать из нашего гриля более дорогой с экономия 200 баксов все очень просто мы идем на amazon и покупаем температурный датчик за 10 долларов мы просто возьмем и вставим его в крышку высверли в нем дырку за 10 долларов мы получим плюс баксов 150 к стоимости цене а еще мы пойдем на этот же сайт и купим розжиг за 10 долларов две штуки и поставим его причем в штатное место есть отверстие в гриле куда тыкается зажигалка для того чтобы разжечь огонь так вот это отверстие стандартизированная для кнопочки розжига мы ее туда поставим и у нас получится такое элегантное красивое решение которое можно переплатив 200 долларов получить готовое а можно просто вкрутить в штатное место розжиг и получится то же самое так давайте посмотрим как же мыть гриль то есть крышка понятное дело открывается решетка снимается это можно спокойно мыть хотя вот такой форм-фактор решетки неудобно потому что он не влазит ни в один умывальник это все моется но сам саму кастрюлю помыть очень тяжело то есть его нужно полностью снимать он никуда не влазит то есть можно помыть его например там где-нибудь на пирсе но в общем целая куча мороки потому что вот это вот все не вымывается вот вы снимаете эту крышку вот это помыть можно а вот это к сожалению нет вот это вот чаша снизу это то куда стекает жир ну представьте себе как его отсюда вымыть то есть это нужно полностью разобрать весь этот гриль а прикол в том что там внутри горелка которая постоянно ржавеет и вообще вот эта вот штука она вот есть как есть и и вымыть и снять невозможно теперь давайте смотреть как же мыть вот этот гриль вот это вот решетка разделяется на три части это влазит и в посудомойку и просто руками помыть то есть они много места не занимают далее у нас идет рефлектор то есть мы его сдвигаем вперед поднимаем и вот здесь есть такой вот небольшой пин мы просто оттуда вынимаем то есть вот у нас рефлектор с этой стороны его можно снять и помыть и вот эта часть которая просто туда вот так вставляется далее для того чтобы снять саму горелку вынимается здесь вот пин и и она просто поднимается вверх и вынимается то есть саму горелку тоже очень можно легко помыть далее а далее у нас есть здесь то почему стекает жир то есть она снимается очень легко просто вот отодвигается в сторону отсюда вынимается то есть вот эту штуку она тоже небольшого размера ее можно положить в умывальник и спокойно помыть ну а здесь она будет все в принципе чисто ну и вставляется обратно она тоже очень легко все то есть весь этот гриль очень легко можно помыть особенно те части которые будут пачкаться остальное здесь в принципе жиром не забрызгивается ну и собирается он здесь просто моментально все здесь вставляется и сверху кладутся вот эти вот решетки то есть преимущество этого гриля его возможность полностью разобрать и достаточно легко помыть ну что теперь давайте рассмотрим какие же подключения газовых баллонов у нас бывают итак в комплекте с грилем идет обычный газовый баллон которому подключается такие небольшие баллоны на которых написано пропейн то есть их используют для газовых горелок иногда для всяких бытовых устройств продаются в обычных хозяйственных магазинах полукилограммовый баллон хватает его совершенно ненадолго но несколько раз точно пожарить хватит но нас такой вариант не устраивает поэтому есть другое подключение которое подключается со шлангом ну там где уже есть шланг там можно придумать абсолютно любое подключение под любой баллон но нужно чтобы был редуктор то есть к баллону нужно подключать это подключение через редуктор потому что в нем редуктора нет но если вы не хотите покупать там за 70 долларов такую штуку с шлангом есть решение значительно проще в тот регулятор который идет в комплекте он идет вместе с редуктором потому что он накручивается на обычный газовый баллон можно купить за 15 20 25 долларов шланг который вкручивается внутрь этого редуктора и подключать уже к вашему доместику на лодку либо к большому баллону и так давайте резюмируем у нас есть стандартный редуктор который подключается к обычному пропану есть редуктор который подключается к шлангу и его можно подключать например кемпинг газ это стандартное подключение которое в принципе магма предлагает у себя в комплекте и можно взять редуктор который идет в комплекте в него включить газовый баллон любой который идет через шланг который вам удобно с любым абсолютно подключением итак у нас есть несколько баллонов которые мы можем использовать несколько стандартов которые мы можем использовать в зависимости от того что вам нужно полкило два килограмма шесть и больше килограммов газа Чтобы можно было безлимитно использовать данный гриль Как я вам раньше обещал Сейчас я вам покажу как выглядит гриль Которому 5 лет Который хранится на рейле И никуда не убирается Даже вместе с газовым баллоном Вот тут идет регулятор То есть он все таки не самый чистый гриль в мире Но тем не менее Все целое, все на месте И владелец сказал Что он здесь ничего не менял за 5 лет Ну это как вы видите Кабо с пластмассовой ручкой И вот без шильдика Мы будем использовать Наше предыдущее подключение То есть вот оно сюда вот так вставляется И вот так оно работает Это стандартный переходник Такой идет шланг для газа Пока такой баллончик Потом у нас будет он другой Теперь далее Открываем Открывается наш гриль Очень просто Вот эту вот штучку Если она в нерабочем положении Тогда вот просто поднимается А если в рабочем положении Тогда мы ее вот Видите Оно все здесь закрыто Ее нужно повернуть И открыть То есть все У нас наш гриль открыт И зажигается он Вот здесь есть отверстие Сюда вставляется вот такая вот зажигалка То есть это специально сделано Для того чтобы оно работало То есть вот все У нас зажигалка здесь торчит Открываем баллон Открываем газ И нажимаем на кнопочку Все Гриль у нас зажегся Пока у нас здесь стоит большой огонь Мы его накрываем И ждем пока у нас наш весь гриль Немножечко прокалится Чтобы его Ну вы понимаете Свеженькое Пускай прогреется А готовить мы будем Сегодня у нас есть Филе Филе очень хорошее Нам его привез Чарли Его единственное Что немножечко здесь Не так чтобы и дофига И у нас будут Помидоры Лук И бананы Бананы будут жареные То есть вот сейчас У нас еще немного Прокоптится Наш гриль И мы будем Класть на него мясо Так здесь у нас уже чувствуется Жар прямо такой хороший Ну что ж Берем мясо И начинаем его класть Так все Мясо у нас пока Жарится Пока можно выкладывать Уже наши овощи Так все Вот у нас Наше мясо И наши овощи Выложено Теперь накрываем крышкой И продолжаем Его запекать Там даже видно В отражении Как накалилась Сама горелка Ну по краям Все-таки он немножечко Не догревает А в середине Жар Ну реально Неплохой То есть В середине Прожаривается Неплохо Так Ну что мне нравится Что здесь Ничего Пока еще Не пригорает Можно я думаю Даже немножечко Сделать Больше огня О тут прямо Хороший жар Ну я думаю Что это мясо Уже практически Готово Чуть-чуть осталось Вот это вот Перевернем Еще О да Так Ну что Тут у нас Все готово Раз Два Большой гриль Конечно Ну прямо Сильно удобнее Чем вот это Вот Маленькое Извращение Вот это Круглое Вообще Ужасно Так Ну вот У нас Здесь уже Дозревают Наши Овощи И Мы уже Начинаем Сейчас Есть Наше вкусное Мясо Вот Такое У нас Блюдо Получилось Сейчас Посмотрим Что это Мясо По вкусу Как оно Ну я уверен Что будет Хорошо Потому что Выглядит Оно Вкусно Ну Прожарка Такая Прямо Как мне Нравится Это Очень вкусно Наконец То У меня Получается Такое Мясо Как мне Нравится Однозначно Гриль Хорош Ну вот Друзья Я вам Рассказал Как мы Выбирали Гриль Для нашей Лодки Я надеюсь Что Как минимум Какое-то Время Мы не Будем Думать О Проблемах С этим Грилем Посмотрим В будущем Как Будет Разворачиваться Данная Ситуация Я надеюсь Мой Опыт Был Для вас Полезен И Если Вы будете Выбирать Гриль Вы знаете На какие Пункты Вам Нужно Будет Смотреть Друзья Подписываемся На канал Ставим Лайки Проверяем Колокольчик Потому что Только так Вы будете Знать О всех Обновлениях Которые Выходят На нашем Канале Все До встречи В следующем Выпуске Пока